Девушки отдыхают Ходить он будет? Будет ходить В такой ситуации ходить и бегать это уже большое счастье Я все помню, до 20 числа все погашу У тебя что с деньгами проблемы? У тебя кто-то из банка наяривает Я выполнил вашу просьбу, а тут такое Какую просьбу? Никто к тебе не подходил и ничего не говорил Ты стоишь здоровый как бык А его там три часа резали, три часа И не так, что он будет ходить, и все из-за тебя А что с Сарелым? У него вон левая рука не работает Сарел! Давай мету Здесь раньше была стоматологическая клиника Куда не делись? Да съехали три дня назад Говорят, здесь теперь цветочный магазин будет По контракту, если я не буду играть, я получу совсем другие деньги Ты налет не выпущу А я все равно выйду Нет, не выйдешь Выйду Все наши планы к чертовой бабушке Какие планы? Ты главное поправляйся Планы подожду Оставьте меня в покупке Ведите себя поаккуратнее и вашему папе передайте, чтобы он себя вел тоже чуть-чуть поаккуратнее Илья Иванович, я тут пораньше ассорт Здравствуй, Толя Опять твои медведи по уши в навозе? Опа, ну Что скажешь? Ну, а что это сказать? Неудачный силовой прием Да ты что? Неудачный силовой прием, Анатолий Леонидович Это когда поверженный соперник встает и кроет матом Они остаются лежать поленом Нет, но... Что но? Ну, я просто хотел напомнить, что Антипов и Щукин Они же в одной команде играли, они друзья Друзья? Да о как! А ты спрашивал у них, друзья они или не друзья? Нет, но... Что ты нокаешь, Толя? Вчера они играли в одной команде, сегодня в разных А чем это не повод для ссоры? А? Добрый день Добрый О, Сергей Петрович, присоединяйтесь Кстати, разрешите вам представить Да не надо Я думаю, вряд ли Сергей Петрович мог меня забыть Ну, что вы, Вадим Юрьевич Как можно? Ну, давай обнимемся, что ли Что, Дака сказал? Да, поаккуратнее говори А то эти парни могли тебя подрезать И папе своему тоже передай, чтобы он поаккуратнее Я практически до слов Понятно Скажи, а кто-нибудь еще об этом знает? Нет Что, даже Андрею не сказал? Ну, пап, я сразу тебе позвонила Правильно сделала Давай договоримся так Никому об этом ни слова, пока Что-нибудь серьезное? Скажи, ты хорошо запомнила? Да, конечно, я запомнила Фоторобот составить сможешь? Пап, что ты меня пугаешь? Что случилось? Да ничего особенного Просто у одного придурка Права забрали, он теперь не знает, как на меня надавить Ничего себе Елена, кстати, ну, может, вам еще таблетку? Нет, не надо Я уже две проглотила Готовьте операцион Боярцев приедет, сразу начинаем Станислав Сергеевич? Да Здравствуйте, я мама Егора Щукина Угу Простите, я... У меня пару минут и операция Я хотела узнать, как Егор? Ну, что вам сказать Могло быть хуже? Первая операция прошла успешно А сейчас наблюдаем за восстановлением И... Первая? Первая То есть, будут еще? Ну, не хочу вас пугать, но и обнадеживать не буду Необходима вторая операция А пока постельный режим, специальная гимнастика И главное, чтобы он поменьше видел ваших слез Ему сейчас непросто Я поняла Скажите, доктор, нужно что-нибудь купить? Коляску или костыли? Пока не надо Добрый день Добрый день Пока несколько месяцев Горизонтальное положение Будем наблюдать Постепенно начнем ставить на ноги И там уж посмотрим Кровать жестким основанием есть? Идем Отлично И... что? Лекарства, упражнения вам расскажут при выписке Подгузники купите Подгузники? Да, подгузники У Егора сложная травма позвоночника Ему лучше подгузники, чем... Все время носить Простите у меня операцию Всего наилучшего Спасибо, Алексей Елена Константиновна, все будет хорошо Дочка, не переживай Я его за два дня вычислю А ты Одна старайся по улицам не ходить Ну, а с кем не ходить? Значит, вообще не ходи Если не с кем Прости Ладно, мне пора Повторяю еще раз Два дня И он у меня будет Решел поцеловать Да я еду, уже еду Чего трезвонит-то, еду Ну, все, береги себя Прям чудское озеро Ледовое побоище Да? Ну, ладно, тут в принципе мне все понятно Сергей Петрович, команда «Титан» в принципе согласна с моим вердиктом? Да Анатолий Леонидович, что хрюкает, рычатся медведи по этому поводу? Не жестковато ли? Жестковато что? Ну, штрафы технические, плюс пустые трибуны А, так это только начало А плюс еще надо Антипова дисквалифицировать на три матча Что оно? А вы как думали, в судью бутылки летят? Игрок соперника парализованный лежит? Вадим Юрьевич, ну не парализованный Слава Богу, а я звонил, знаете, что мне сказали? Еще бы полтора миллиметра И был хоккеист, стал овощ Анатолий Леонидович, а что за бардак у вас творится? Почему бардак? Почему бардак? Мне тут вот одну папочку передали В двух экземплярах Так вот, если все, что в ней правда У вас в команде черт что творится Сергей Петрович, возьмите Что это? Это, тут вся информация о деятельности Вадима Юрьевича Казанцева Точно такую же папку я отправил в Федерацию хоккея в Москву В Кузнецово Но, думаю, вам будет тоже любопытно почитать Всего доброго Вадим Юрьевич Что? Вадим Юрьевич Ну, допустим, папочки я тебе могу сжечь К такой-то мамочке С изуродовым игроком, как быть Так что всем по заслугам Бумагу официальную я составлю завтра И окончательный вердикт будет через три дня Ну, сейчас, как говорил классик Я бы с удовольствием супчику бы да с потрошками С твоими Потрошками Марин, мне нужно вернуться на пару дней в Обнинск Уволиться там, эту трудовую книжку забрать Я сорвалась и даже никому ничего не объяснила Елена Константиновна, вам не нужно бросать работу Ну, тут есть я Я справлюсь, честное слово Марин, как ты себе это представляешь? Я буду там работать в другом городе, а у меня здесь сын лежит Да, извините, не подумала Я открою сидеть Привет Привет Можно? Да, конечно, заходи Вот, держи, я тебе вчера хотела привезти, но ты все время в больнице Спасибо Ну, как там Щука? Даш, не спрашивай Ладно, можно один вопрос тогда? Он вообще в хоккей играть-то сможет? Ты чего орешь? Мама дома Извини, я не знала Ну, просто девочки спрашивают Даш, все, я поняла, иди, пожалуйста Ну, это вообще серьезно? Даже ты нормальный человек Ладно Хорошо, потом поговорим Пока Прости Приятного аппетита Можно? Ну, ну что? Присесть Да хотите, приседайте Ходите, отжимайтесь Ну, что Видишь, я ем Понятно Куда? Чего хотел? Поговорите Давай поговорим Только для начала у меня есть один вопрос Скажите, а почему вы посоветовали Кобрину взять меня обратно спортивным директором? Ну, потому что в радиусе ста километров, к сожалению, никто другой эту работу делать не может Это во-первых А во-вторых, потому что я свою сестру люблю больше, чем тебя ненавижу Это же должно ее содержать Понятно А что понятно? Тогда второй вопрос можно? Можно Если осторожно Я по поводу наказания для медведей Нельзя ли как-то смягчить? Андрюш, у тебя минутка есть? Да, конечно Ты знаешь, тут такое дело, я хотел бы как-нибудь пересечься с твоим отцом Не подскажешь, как это лучше сделать? В ближайшие дни не получится Да? А почему? Он в командировку уезжает, вернется через пару дней Понятно Жаль А зачем он вам? Если не секрет, конечно Да видишь, тут такое дело, я хотел бы с ним проконсультироваться по одному юридическому вопросу Так, а я что не подхожу? Ты? Ну да Между прочим, перед вами студент третьего курса юридического факультета У меня твердая четверка по уголовному праву Молодец Это я знаю А что за вопрос? Да я хотел у него узнать, можно ли по определенным фактам завести уголовное дело на одного человека А факты документально подтверждены? Конечно Ну, отлично А что за человек? Я сам толком не знаю Знакомый попросил, стоматолог какой-то Вот документы, если поможешь, будете очень признательны Сделаем А Андрюш, знакомый попросил, чтоб все это было конфиденциально Да я понял Понял Анатолий Леонидович, матч был сорван Дело в том, что… Я говорю, да или нет Тренировка похожая будет Кто там по ящику будет смотреть? На рекламе, говоришь, завести? Ну да Нет, чудо твоей рекламы Вот, я как раз об этом с вами хотел и поговорить А у меня есть для вас деловое предложение Толя, я после того случая рядом с тобой в поле гадить не сяду Не то что дело иметь Владимир Юрьевич, этот случай для меня был очень хорошим уроком Я сделал выводы Ну это и что? Да, честное слово Ну? Вот Что это? Бизнес-план по рекламе Там, кстати, ваш процент тоже прописан Толя, ты кого в лапте бываешь? У тебя договор с каналом на три матча Все верно Так надо же договор продлевать А как я продлю, если игры будут без зрителя, а? Владимир Юрьевич, вы посмотрите Там очень хорошие цифры Ну что, Дросс сегодня опять за тренера? Ну если только за второго И то на полстарт Всем добрый день Здравствуйте Сергей Петрович, здрасте Вам всем привет От Егора Щукина Как он там, Сергей Петрович? Слава Богу Динамика в целом положительная Про результаты дисциплинарного комитета все уже в курсе? Наслышаны, но говорят и предварительно Уверен, что все так и останется Большим достижением техническую победу назвать язык не поворачивается Нет, но тем не менее, это наши первые три очка в сезоне Да уж, но кроме трех очков наш клуб оштрафован за драку Я все понимаю На льду кипят страсти Вы все ребята молодые, горячие Скажу больше Иногда в хоккее драка даже нужна Но то ледовое побоище, которое устроили вы Это в моем понимании не хоккей Я считаю, что в этой игре главный инструмент Эта клюшка не голова, а не языки и кулаки Ну вообще-то мы за щуку вписались А я что сказал, что нужно давать своих в обиду? Просто противника нужно наказывать немножко по-другому Забросил в большинстве, отомстил за товарища А в результате у нас у самих четыре человека на скамейке оштрафованы Просто эмоции, иногда трудно сдерживаться Согласен, Назар, но мозг человеку для того и дан, чтобы он мог сдерживать свои эмоции Можно вопрос? Давай, Миша А Щукин надолго выбыл? Боюсь до конца сезона Поэтому снова буду тасовать звенья А это что значит, капитан? Пахать надо Совершенно верно Вот предлагаю сейчас этим и заняться Поехали на разминку Сергей Петрович, я по поводу щупил Я слушаю вас Передайте, пожалуйста, ему и его семье Я разговаривал с руководством Принято решение до конца сезона полностью сохранить ему зарплату И если еще что-то нужно, можно на нас рассчитывать Огромное спасибо Обязательно передам Разминаемся, разминаемся, а не пешком ходим Можно? Заходи Привет. Ну, привет. Как ты? Как видишь? Егор, я это… Извиниться пришел. Друг, прости меня. Я не хотел, я не знаю, как так вышло. Антон, скажи честно. Это из-за того, что я ушел в «Титан»? Не-не-не, ты что? Я… А тогда за что? Только не надо говорить, что это случайно вышло. Я видел, как ты на меня охотишься всю игру. Да, но там… Там не так все было. Я… Я был очень зол на тебя, что ушел в «Титан», но… Мне просто сказали, что ты сказал. Не важно это все. Не важно? Из-за твоих обид, из-за того, что тебе кто-то там что-то сказал, я теперь даже сидеть не могу. Понимаешь ты это или нет? Да, дела. Да какие дела, Витя? Дела у тебя в кабинете, на столе лежат, а это беспредел. Тише, не кричьи. Да тут не кричать, тут зубами рвать хочется. Совсем оборзели, в наглую, посреди города. Порежем, говорят, еще мне привет передают. Федор, я тебе еще раз повторяю, не кричи, на нас назираются. Извини, просто в голове не укладывается. В общем так, Яна говорит, что хорошо их запонут. Предлагаю начать свод робота. Ясно. И кого ты хочешь поймать? Какого, уродов эти? Федь, эти уроды явно не местные. Сколько ты знаешь? Убежаешь. Я, между прочим, до прокурорства почти двадцать лет протрубил следаком. Я помню. Ну, вот и я не забыл. Если лица не прятали, да еще средь бела дня, значит, ну, сто процентов пришло и чувствует, ну, крышу открыл. Ты что ты предлагаешь? Мне лично паховую морду начистить? Вот этого, вот этого как раз не нужно делать. Он этого и ожидает. Егор. Да, ты прав. Я виноват. И, да, я опять конченый дебил, что не думаю о последствиях. И это полностью моя вина, что ты теперь такой. Но я никогда в жизни не хотел тебе зла. Понял? То, что ты сейчас говоришь, чудо не произойдет. Витя, я не понимаю, мне что, сидеть и ждать, когда на мою дочь опять наедут? Я не предлагаю тебе сидеть и ждать. Я предлагаю хорошенечко все осмыслить и действовать с головой, а не без нее. Витя, да пойми ты. А это ты пойми. Мы имеем дело с серьезным человеком. Ты же сам видишь, перебрать хочет город к рукам. Ну, и воевать нужно с ним. Прежде всего, мозгами они. Тем, что попало под руку. Я даже не удивлюсь, если он специально напоил своего водилу и отправил на пост на ГИБДД. Ему надо было тебя зацепить, понимаешь? Он зацепил тебя. А теперь будет упираться, пока не уволит. Тогда что мне делать? Думать? Думать? Угу. Думать? ТЕЛЕФОННЫЙ 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 Алло, подожди минут. Ты извини, я должен отъехать. Вернусь через два дня. Я тоже покумекаю и тебя наберу сразу. Алло, у тебя протокол с собой? Да, я сейчас выезжаю. Ну, все, пока. Ну, дожили. ГАЗАРОВ Сергей Петрович Добрый день Здравствуйте А вы мне можете объяснить, что Царев делает на льду? Как что? Тренируется А он что, вам ничего не сказал? Нет А что, должен был что-то сказать? Так, Царев Иди-ка сюда Скажи мне, пожалуйста, что ты здесь делаешь? Как что, работают? Похвально, но обычно с травмами Люди дома сидят Нет, Сергей Петрович, меня ничего не беспокоит Зато меня беспокоит, ушел в раздевалку На лед вернешься только с разрешения врача Сергей Петрович Я все сказал Вы знаете, трещина в ребре Это очень серьезно Елизавета Андреевна, я в курсе Сколько его не будет Недели две Минус два нападает Что? Нет, ничего, спасибо вам большое Не за что Ну, давайте Не так Давайте сюда Ребята, не так Почему? Потому, что вы вообще не дали вратарям работать Суть этого упражнения в том Чтоб обмануть защитника Он должен думать Что ты будешь быть сам И тогда даешь пасть в центр своему партнеру Вратарь ничего не может сделать Если, конечно, попасть в пустое ухо Ну, я так и сделал Ну, ты сделал Ну, медленно И Бакин тебе прочитал Все, Васильев Пора сдавать тебе библиотеку Бакин прочел тебя И не ищи партнера глазами Ты его должен чувствовать Понятно? Понятно Давайте Давайте еще раз Только два раза быстрее Секундочку, секундочку Подождите Извините, подождите Можно буквально пару слов? Конечно Спасибо Так, ну что-то слабые Сегодня была составлена бумага Для дисциплинарного комитета Предварительные данные следующие Техническое поражение И еще неизвестно Будут ли на следующем матче зрители У Антипова Дисквалификация На три игры Плюс персональный штраф Большой Согласно регламенту МХЛ Травма соперника в результате толчка на борт 12 тысяч рублей У меня все Да, открыто Сергей Петрович, можно? Заходи Сергей Петрович Тут вся команда деньги собрала Какие деньги? Ну, Егору Щукину Понял Только приветствую Ну вот, мы хотели бы отвезти их В чем проблема? Можно нам вечернюю тренировку пропустить? Там просто поезда так ходят Больше мы не успеваем Ребят, я ценю ваш поступок Но и вы поймите меня правильно Я вам уже говорил Мы с вами сейчас строим новую команду А игровые связи Ну, не то, что хромают А так С трудом просматриваются Кстати, игра с медведями Это наглядно показала Согласны? Ну, в принципе, да У нас сейчас каждая тренировка на вес золота Еще раз повторяю Вы большие молодцы Но если вы хотите помочь Егору Постарайтесь это как-нибудь сделать Не в ущерб тренировочному процессу Хорошо, мы вас поняли, Сергей Петрович Ну, вот и замечательно, раз поняли Тем более, туда ходят не только поезда Но и маршрутки Что смотрите? Каждые три часа От вокзала Туда-обратно вполне вы обернуться успеете Спасибо большое, Сергей Петрович Кристина Викторовна Я по поводу контента на комитет Когда он планируется, вы говорили? А, уже состоялся? Оперативно Ну, и какое решение по нашему вопросу? Ну, это не может не радовать, да А говорите, где и когда Ага Понял Всегда на связи Да, жду Ну, что, Анатолий Леонидович, поздравляю Да, 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 открыто, заходите Анатолий Леонидович, можно? Заходи Анатолий Леонидович, я по поводу штрафа А что у нас со штрафом? Штраф платить надо Я понимаю, просто можно ли эту сумму Как-нибудь, ну, на несколько месяцев разбросать А то у меня семья, все так, ну Семья, говоришь? Ага У Щукина тоже семья Мать, говорит, вам балерианку Ведору Михлеща Ясно Антипов, погоди Слушай, я рад бы помочь, правда Но документы просто сданы все И бухгалтерия все закрыла Я понял Извините Прекрати меня доставать, я на работе, Максим, все Елизавета Елизавета, простите, не помню, как вас по отчеству Андреевна Елизавета Андреевна, вам заняться нечем больше? Нет, наоборот, у меня очень много дел И я не могу тратить время на тех, кто не понимает с первого раза По-моему, это вы не понимаете Я же вам объяснил, мне нужны деньги, очень Для меня это не аргумент А что для вас аргумент? Надеюсь, им станет повторный снимок Неделю через две Вы слышите, что я вам говорю? Это ты должен меня слышать Я не выпущу тебя на лед с травмой, все Вот так, да, значит? Да, вот так А знаете, как называют женщинам, которым объясняешь, объясняешь А они не понимают? Ну как? Курица, вот как Да, можно? Что-нибудь случилось? Вообще-то я по вашему вопросу А, проходи, Андрюша, садись Спасибо Ну что, я все посмотрел Так Значит, для возбуждения дела Нужны официальные заявления потерпевших Это раз Дальше необходимы доказательства их пребывания в стоматологии Например, чеки или медицинские карты Зафиксировал И самое главное Это заключение экспертизы Санитарного состояния Используемых инструментов А какая может быть экспертиза, если они закрылись? Вот я и о том же И персонала теперь не опросить А без этого никак нельзя? Улики, которые здесь прилагаются Квалифицируются как косвенные И на них никто опираться не станет Да я смотрю, он так быстро свернулся Совершенно верно Нет клиники, нет проблем То есть ничего сделать нельзя? Ну почему же? Можно этого товарища пробить по неофициальным каналам А что это даст? А вот ты где Ну и че я должен за тобой по всему комплексу бегать, что ли? А ты не бегай Ключ от машины Сказал и не отдам Ключ от машины Максим, ты вчера пил, тебе нельзя за руль Я че тебя спрашиваю, что я вчера делал? Ключ сюда Это вообще моя машина Серьезно, что ли? Все, что у нас с тобой есть Это совместно нажитое имущество Понятно? Буки убери, скотина Какая-то красного предсказуемая Все по кармашкам тырешь Если ты еще раз Чего, чего? Ну что? Что? Что, скальпелем меня ударишь? Запомни, ты моя жена И нас пока еще не развели А развод у нас только через месяц Так что целую, любимая Ну что, ты до Димки дозвонился? Да Я и отговорил его сюда пролетать Но сядет он здесь, будет сидеть Что толку? Ну да Мама твоя то же самое сказала А что у него во Франции? Да, какой-то научный проект Понятно Егор, попросить нельзя Прости Держи, Егора Что-то мама по-прежнему плачет Да, нет Нормально все Ну, слава богу Та у нас здесь плакала так Я думал, у меня сердце остановится Можно? О, здорово, Чистан Здорово, Егор Держи, Марина Спасибо Какими судьбами? Ну, могли бы пошутить, что проездом На самом деле, вот Ты нас прости, мы сразу после игры умотали Да ничего страшного Обменяться бы все равно не получилось Как дела у вас? Да, все хорошо Давай, давай А, да, кстати Мы команду деньги собрали Немного Спасибо, мужики У меня же зарплата сохранена Спасибо, ребята Зарплата зарплатой А это от души Ну ладно, мы тогда погнали, Егор Давай поправляйся, дружище Спасибо, что за счастливые мужики Да не за что А, Миш, можно тебя на секундочку? Да, конечно Так, что за секреты у вас там? Надо Да, а ты останься, пока посиди Хорошо Чего не удумали? Да понятия не имею Ну, ты это, Егор, давай Поправляйся, что ли Да, кстати, на коньки встанешь Десятый номер твой Уверен? На сто процентов Спасибо Идана, ты извини Ну, помнишь, мы булеты пробивались Ну, в общем, я Коновалова подговорил Он подыграл Да, я в курсе В смысле? Ну, Коновалов вратарь хороший, актер хреновый Он на очень детский финн купился Миш, у меня к тебе большая просьба Ты не мог бы заехать к Егору в общагу и собрать его вещи? Да, конечно, могу А потом передать сможешь? Думаю, да Тут, оказывается, маршрутки ходят Отлично В общем, вот тебе список, чтобы полегче было Спасибо, я все сделаю Спасибо большое А вообще, Марин Что? Ну, может, еще все как-то обойдется Миш, нет Егор с хоккеем, все Ну, то есть, как все? Совсем, что ли? Миш, ну, пожалуйста, не надо Иначе я все заплачу Ладно, я понял Ты не переживай, я все сделаю Спасибо большое Нет, что? Давай, пошла Давай, пока Кислый, а ты капитан Великан? С утра еще был, а что? Я с Маринкой разговаривал Сегодня к Егору пацаны с Титаном приезжали Деньги ему собрали Черт, опередили меня Я как раз хотел предложить Слушай, Кислый, я серьезно Я серьезно Так, ребят Давайте скидываемся после тренировки А я все передам Только это Антойке ничего не говорите Почему? Ну, у него и так штраф А дома жена и маленький ребенок, которых кормить надо Ты кого кормить собрался? Всех И желательно три раза в день Давай, переодевайся, а то к нашему пану опоздаешь Ну, да А вот, чего на лед переоделись? Она же земля Кто сказал? С утра объявление на стенде висит Да ладно Блин, ну, что на первое тренирование сказать ничего не мог, а? Он же тренер, вот, тренирует наше зрение Интересно А он будет всегда с нами через доску общаться? Привыкаем Новый тренер, новые правила Елизавета Андрея Да Я извиниться хотел Извиниться за что? Ну, я вам просто ерунды сегодня наговорил всякой Какой ерунды? А вы не помните? Нет, не помним Ясно В любом случае, я не хотел, чтобы вы плакали Ну, с чего ты взял, что я плакала? Я видел, случайно Царев, мои слезы к твоим словам не имеют никакого отношения Всего доброго Ну вот, и все, да? Там еще два предложения Где? ну а теперь вот точно вся замечательно теперь ваших медведей мы будем видеть до конца сезона поздравляем и я вас поздравляем очень приятно что такая очаровательная девушка теперь является не просто знакомая еще и партнером за очаровательную девушку спасибо нам партнером вашим является канал а вот об этом я как раз таки хотел с вами поговорить о чем об этом а давайте не здесь не сейчас кстати не мешало бы нашу сделку отметить как она это смотрите ну кристина викторовна правда несерьезно мы такое дело провернули что даже по глоточку шампанского не сделаем я предпочитаю коньяк изумительно изумительно я тоже являюсь фанатом этого напитка хорошо я вам позвоню точно я сказал что позвоню значит посадим динамич привет привет ты к татьяне ну а кому же как она ну шо ж уже веселее то есть препараты работают еще как и переносимость хорошая ну в общем все идет так как надо главное не прерывать лечение а то все к эту подхоз ну это понятно насчет препаратов осталось на три дня надо бы пополнить ну само собой завтра ну максим послезавтра ну хорошо не буду задерживать давай счастлива слышь кислый вы чё всей командой щуки деньги сбрасывали мы сбрасываем а мне почему ничего никто не говорит мы подумали что он чего подумали у тебя штраф плюс семья неправильно подумали поскольку скидываемся кто сколько может кто ты еще кто две завтра принесу не поздно нет нормально так ладно давай тогда погоди я знаю что у тебя на душе а то возвращайся мы же понимаем это не специально том-то и дело чё количество не хотела вот стык с спецом пошел на фига не знаю завелся мы накануне цапались васильев еще в уши влево а чем тебя влево теперь какая разница ладно если в любом случае спасибо за поддержку деньги завтра из одежды все точно да давай сейчас еще рыльный мыльный принесу давай егор с хоккеем все совсем что ли ну пожалуйста ну не надо иначе заплачу держи слушай миха у тебя как финансы для перемен на что может долган у тебя много ну тысяч десять ого я зарплату отдам слушай жак мы только с алиной квартиру купили сам понимаешь там мебель туда-сюда да хата это святого что случилось то да ерунда сам справлюсь точно ну не хочешь говорить не говори да я бывший свое кольцо в кредит покупал дорогое дорогого вадим юрьевич приятного аппетита будет все приятнее с кое-кто пройдет мимо я поделаю буквально на секунду твоя секунда пошла вот что это копия договора теперь мы наших медведей сможем лицезреть по ящику аж до конца сезона сама согласилась договорить пришлось она девушка умная деньги считать умеет поздравляю спасибо возьми я не прошу амнисти для клуба но как-то решим вопрос с болельщиками подумаем подумайте вадим юрьевич а то он слушай твоя секунда прошла минуту назад я понял еще раз приятного аппетита надеюсь на положительное решение вопроса правильно надеюсь и жди и и и и и и и Да. Фролой Василий Геннадьевич. Совершенно верно. Меня зовут Николай. Я менеджер банка. Вы нам отправляли заявку на кредит. Да-да. Мы рассмотрели вашу заявку и, к сожалению, вынуждены вам отказать. Я могу узнать причину? Конечно. Дело в том, что у вас уже оформлен кредит. Ну да. Я брал кредит на квартиру. Мне очень жаль, Василий Геннадьевич. Но следующий кредит вы можете взять только после полного погашения предыдущего. У меня не погашен кредит на квартиру. А я хочу взять потребительский кредит. К сожалению, это невозможно. Почему? Сейчас такие правила. Ну хорошо. А если я обращусь в другой банк? Это правило распространяется на все банки. Ясно. Спасибо за обращение в наш банк. Ты на тренировку не опоздаешь? Не-не-не. Сейчас выхожу. Ты что-то потерял? Да не. Я телефон ищу. Не видел? Он здесь где-то валялся. Какой телефон? Старый с кнопками. Нет. Не видел. А тебе зачем? Домой сломался. Его в ремонт отнес. Так он же почти новый был. Ну, в том-то и дело. Заглючил на ровном месте. Сказали, тачскрин надо менять. О, вот. А зарядный к нему есть? В нижнем ящике посмотри. Так может тебе новый купим? Оль, у нас в этом месяце с деньгами напряг будет. Мне за щуку штраф купили. Большой? Двенадцать тысяч. Понятно. Ой, если бы можно было время назад вернуть, я бы, конечно, за год зарплату отдал. Антош. Оль, не надо сейчас только ничего говорить. Я не об этом. Папа звонил. Чего? Он очень сожалеет, что никак не может выбраться посмотреть на внучку. Но сделал нам подарок. Какой? Перевел денег. Так что с голоду мы не умрём. А где ты сейчас? О, а ты успеешь? Ну, пятнадцать минут жду, а дальше не факт. Все, давай. Ну, чё рыбак, льёт? В смысле? Это я смотрю любить или попастись на рыбных местах. Сам знаешь, четверг рыбный день. Ну да, ну да. Разговор один есть. Какой? Ты Антипову что сказал во время игры? Когда? Перед третьим периодом. А что я ему сказал? Это вопрос я тебе задал. Я шёл мимо разделки титана. И? Ну и услышал, как щука на них орёт. Чего не мол, как тряпки. Давайте пороем этих медведей. Ну что? Да так, ничего. Ладно. Рыбачь дальше. Только это, тут мальки водятся в основном. Невкусно. Невкусно? Ты их просто готовить не умеешь. Вот молодец. Всё правильно, ответил Кислику. Мы ведь с тобой друзья? Ну да. Ну замечательно. И главное запомни, в этом мире врагов, что червей после дождя. А вот хорошего друга найти это проблема. Ладно? Здорово. Извините, задержался? Ничего. У нас здесь трёх. Толха это много? Нет, Кислый это мало. Ну, как скажешь. Астронавты, а вы что здесь встретитесь? У вас тренировка через пятнадцать минут. Что-нибудь случилось? Да нет. Василий Геннадьевич, мы тут для Егора деньги собрали. Вы можете их передать? А то мы в приёмные часы не успеваем, а вас там врачи знакомые. Давай. Сразу бы с тренировки передам. Спасибо. Нет, за что. Вам спасибо. И потом вы расскажете, как он там вообще. Послушайте, парни, вы так быстро новостей тебя ждите. У Егора состояние сложное. Останавливаться будет долго. Ясно? Ясно. Ну, всё, бегите, а то опоздать на тренировку. Ещё раз спасибо. Ещё раз? Не за что. Да, интересно. Что, смущает? Ну, если честно, то штраф Медведев. Изначально была другая сумма указана. Всё верно. Ну, ты знаешь, я вчера внимательно пересмотрел весь матч. И должен сказать, там всё не так однозначно, Кирилл Андреевич. Не так однозначно. В каком смысле? Да щукин-то этот, дай бог ему здоровья. Сам Антипову провоцировал. Серьёзно? Серьёзнее некуда. Что со зрителями? Что у нас со зрителями? Ну, просто речь шла о трёх матчах при пустых трибунах. А, всё верно. Ну, знаешь, я подумал, кто эти бутылки на лёд бросал? Мужики? Вот пусть мужики нервно курят бамбук возле ледового дворца. А женщины и дети пусть смотрят хоккей. Их-то за что наказывать? Согласен? Да. Мудро. Честно говоря, это не я приду. В футболе-то давно практикуется. Поэтому надо всё, что лучше есть в футболе. Точнее, единственное, что есть хорошего в нашем футболе, перенести в наш блистательный хоккей. Я правильно говорю? Согласен. Я так думаю. Ну, ладно. Ты этот медведем забросишь, а я в Титан сам заскочу. Вадим Юрьевич, ты, конечно, двести километров. Ну, что? Есть нам один человечек, по которому я очень соскучился. Денис? Денис, привет. У нас проблемка нарисовалась. Что-нибудь с Татьяной? Да нет, ничего. С Татьяной всё нормально. С лекарствами хуже. В смысле? Ну, в городе нужные нам препараты есть только в одной аптеке. Я попросил, чтобы оставили, но с условием, что через час ты их выходишь. Как через час? Ну, вот так, иначе они уйдут. Геннадьевич, алло. Ну, у меня нет с собой таких денег. Ну, тогда я не знаю. Я больше ничем помочь не могу. Ладно, всё. Погоди, погоди. Извини. Ладно, хорошо. Я попробую что-нибудь придумать. Да. Господин Макеев! Вадим Юрьевич? Он самый. А вы здесь каким ветром? Да, знаете, у меня работа нынче такая. Сплошная парусность. Сегодня одним метром сюда, завтра другим метром куда-нибудь. В Ярославль, послезавтра в Москву. Везде вопросы, а их надо решать, решать, решать. Ну-ка, держите-ка. Ай, помялось. Что это? Это официальный документ по инциденту матча между Медведями и Титаном. Спасибо. Могли по почте прислать. Ну, что вы, Сергей Петрович, ну, как можно, как можно. Мне вас лицезреть лишний раз. Такое счастье. Это же просто бальзам по сердцу. Вот ещё, кстати, папочку. Знаёте? Да. Вы мне её недавно показывали. Нет, Сергей Петрович, это не та. Это та, которую ты на самый верх отправил. Она, она. А у нас система какая? Она туда пришла и ко мне прямо на стол. Бум! Молодец, Серёга. Как постарался, как постарался. Ночей, наверное, не спал, да? Смотри. А, ты смотри. Маркером особо важные места. Сам выделял, да? Ай-яй-яй-яй. Ты смотри, смотри, смотри. Коррупция на коррупции сидит и коррупции погоняет. Как и официальное лицо, торжественно вас заверяю, Сергей Петрович, все виновные в указанных здесь злодеяниях будут сурово наказаны. Все. Все. Без исключения. Федор Борисович, Фролов беспокоит. Ну, мы договаривались, что я перезвоню через два дня. Ну, по поводу денег взаймы. То есть, никак, да? Ну, ладно, извини, чтобы беспокоил. Денис, я нашел деньги. Да. Денис, пока. Давай, pessoal. HO- ahí. Давай,eleri